Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих, с вами Александр Шадов, Осьминог Бесконечности. Да. В общем, мы возвращаемся к истокам. Полина Шебеева написала EverLibur. EverLibur, вы понимаете? EverLibur. Да. Давайте посмотрим, насколько это хороший EverLibur. Вы уже видите первые строчки, в них самый сок, собственно. В первых строках надо допускать сразу по три ошибки в двух строчках. Ну, потому что перед нами, ну, понятно, человек серьезный, победитель. Большинство конкурсов, там, многих-многих конкурсов победитель. Создатель сайта RIFMA.RU, не знаю, судья Всемирного дня по Эйди. Человек, в общем-то, ну, уважаемый, как вы видите, да? Да. И смотрите, какой EverLibur потрясающий написан. Боже, я не знаю, это же даже по школьной программе, это двоечка у них. Ладно, читаем. Люди уезжают из нас, как бродячие квартиранты. Ошибка в сравнении. Почему? Потому что люди из нас не уезжают, потому что люди, ну, точнее, простите, из нас не выезжают, не уезжают бродячие квартиранты. Ну, понятно, да, что из нас не выезжают бродячие квартиранты, поэтому в сравнении не соотносятся с предложением, которое было до этого. Ошибка. Оставляя следы от кружек, запятая пепельницы, запятая размытые фотки. Оставляя следы от размытые фотки. Очень-очень-очень грамотно, Палин Шибеева. По-моему, это шестой класс или седьмой, может быть, что вот так вот делать не получается, нельзя. Потому что, когда мы делаем соотношение, вот в перечислении, оставляя следы от кружек, пепельницы, надо перечислять, от чего еще следы-то остаются. А если уж, ну, она уже два раза даже перечислила от кружек, от пепельницы, от размытые фотки. Да, ошибка. Ну, блин. Тут даже две ошибки в одной, потому что, блин, оставляя. Ну, понятно, что Палин Шибеева думала, что вот она, оставляя следы от пепельницы, от кружек и оставляя размытые фотки. Вот так она хотела вывернуться Это ошибка Прости, Пали Ты не знаешь русский язык Ты не очень хороший поэт Ты даже в верлибре не можешь написать грамотно Ты понимаешь Это лол Это просто колоссально Поэтично Третью ошибку давайте Остается их запах на майках Диски с любимыми фильмами Остается их запах на майках Остается их запах на диски с любимыми фильмами Это тоже потрясающе Полина Шибеева Очень грамотно пишет Очень грамотно Она молодец С перечислениями у нее все отлично Она все правила выучила наверное в свое время И забыла успешно Ну продолжаем Допустим Ну все это мелкие стилистические ошибки Ну ну плевать Ну господи Там же великий смысл в этом стихотворении Вы можете сказать Читаем дальше Кажется что они еще здесь Но это давно неправда Люди уезжают собрав чемоданы Положив туда ваши чувства Вернее то Чем оно стало в итоге Черный остывший уголь Черным остывшим углем Наверное надо было бы написать Блин еще ошибка Ну Полину Вот блин Зачем? Чтобы потом доставать и гладить его Как неземной артефакт Что? Ладно вы понимаете Ну просто ну понятно Поэты они привязаны к рифме К ритму Они могут сделать вот такие тупые фразы Потому что им нужно рифму и ритм выдержать Допустим Но в верлибре 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 писать такую чушь Такой бред Ну вы понимаете Кто из вас гладил Неземной артефакт? Ну как неземной артефакт? Ну понятно что Если мы делаем сравнение То у неземного артефакта Должно быть свойство Свойство что его постоянно гладят Поймали да? Вот это вот Нить Нить повествования А так вот Кто гладит Неземной артефакт? Или может это не знаю Какая-то отсылка к чему-то Космическая одиссея что ли Может быть монолит они гладят Ну тогда Не точное сравнение Какой-то неземной артефакт Ну как бы Блин Полида Опять плохо Глупые люди Уезжают из нас Как правило Навсегда Вы можете видеться После В кафешках В метро На концертах Но это будет Ужасно неловко Противоестественно Что ли Будете Мять перчатки Кусать прохладные губы Теребя В кармане ключи С тем брелком Что покупали Вместе Улыбаться Как плохие актеры Говорить дурацкие фразы А потом ехать домой И вспоминать Как и вы Лежали В ванне Астма Астма дает Все не знать В такие моменты Как считали Детские шрамы И родинки Друг у друга Трогали Мокрые волосы Находили Эти самые волосы По всей квартире Ругались Готовили Пили И конечно же Трахались Ботокролики При каждом Удобном случае Ну Великая поэзия Я считаю Даже вот По смыслу Как потрясающе Но теперь Вам обоим кажется Что это было Во сне А вы давно Живете с другими И находите уже Их волосы Смотрите с ними Сериалы Заказываете Пиццу И роллы И вроде бы Все еще Все не так уж И плохо Ну и не так Как с теми Кто ехал Из вас навсегда Положив Чемодан В чемодан Поцелует И бедный Мож Пай Шимби Все еще Считает Это дерьмо И лайка Ну вы понимаете Да Мастер куколдизму По моему Вообще Мне жалко тебя Мужик Это вот Блин Даже Верлибри Понимаете Ваши первые Поцелуи В каком-то Скрипучем лифте В ромашине Двой Котами Помнишь Все эти Древние Хаты Что вы снимали У нафталиновых Бабок Чтобы падать На газен И просто Не делать Грязное дело Так Грязное дело А что за Грязное дело Расследование Опа Вот оно Грязное дело Понятно А потом Говорить Принеси воды Дико Хочется Пить И уже Через день Опять Начиналась Ломка Благословенная Ломка Вот бы Снова Ее Почувствовать Вот бы Снова Стать Одержимым Будто Все эти Стай Маньяков Бегающих С ножами Кстати Маньяки С ножами Ну тоже Условно Говоря Не бегают Ну То есть У маньяка Нет Такого Свойства Бегать С ножом Маньяк Может бегать С пистолетом Может бегать С топором У маньяка Широкий Выбор С бензопилой Может бегать Это даже Не отсылка К какому-то Фильму Получается Ну В основном Там маньяки Тоже Ну Бывает С бензопилой Может бегать Там маньяк Тогда была бы Отсылка К определенному Фильму Определенному Культурному В общем-то Слою Но Здесь Этого нет Но люди Уезжают из нас Забирая с собой Все это Оставляя следы От кружек Пепельницы И повторила Ошечку И смотрите Она ее Удлинила Оставляя следы От майки Зубные пасты Билеты Из кинотеатра Оставляя следы От Стихи На листочках В клетку Оставляя следы От Магнитики Оставляя следы От Магнитики В виде кошек Да Оставляя следы От Остатки Дешевого Кофе Оставляя следы От Зажигалки А кстати Совпало Ну тут понятно Что она имела Тут просто формы Слова Зажигалки Совпали Случайно Поэтому Полина Не совершила Еще одну Ошибку Школьного уровня Ну вот И русский язык Ее спас Внезапно Спасибо тебе Великий и могучий Что ты не унизил Полину Еще Как бы ниже Оставляя следы От Гирлянды Ого Второе совпадение Ну и Оставляя следы От Кактусы Оставляя следы Может быть Даже Татуировки Господи Как это ущербно За которые Мама вас чуть не убила Оставляют вам Переписку Можно читать Если вдруг Не спится Но они Забирают В своем чемодане Целые куски Вашего тела И вы уже Никогда Никогда Не сможете Принадлежать Кому-то другому Полностью Господи Господи Я сегодня Читал как раз Драгомощен Вот это Мастер Верлибров По сравнению С его стихами Ну это Прям просто Это мусорка Я не понимаю Это понятие Блин Верлибр Написать Настолько плохо С таким количеством Ошибок Может только Бездарный Школьник В данном случае Школьница Там троечки Может быть Которые получают Ну вот Все плохо Стилистика Плохая Посыл Отвратительный Неоригинальный Неинтересно Пошло И глупо И это Верлибр Верлибр С такими Стилистическими Ошибками С настолько С настолько Настолько Низким Уровнем Ну вы понимаете Ну господи Мне тяжело Признавать Что вот эти Вот люди Вот эти Арчат И Стефани Данилов И Полина И Шибеева Которые пишут Вот так вот Выигрывают Какие-то Поэтические Конкурсы Даже если бы Это был Стилистический Идеальный Стих Он все равно Никакой В нем Нет интересного Посыла Он ничего Не несет Совершенно Это стих Для тупого Быдла Вот Вообще Вообще Никому Такое Интересно Быть просто Не может Ни одному Образованному Человеку Развитому Вот эта вот Тупость Вот эти вот Кролики Все Вот эти вот Блин Все эти Пошло Не знаю Бабки Навталиновые Быдло Сленг Есть Понимаете Это же настолько Все типа Молодежно Но на самом деле Это примитивно Это не интересно Это совершенно Банально Ни одной Интересной идеи Ни одного Интересного сравнения И половина Стихотворения Просто состоит Из ошибок Стилистических Ну допустим Можно было бы Простить Полине Ну сказать Ну да Смысл у тебя Полина Хороший Отличный Смысл Полина Хорошо Вложила Что-то умное Никогда О таком Не думал Вот так С этой стороны Никогда Нет А вот Стилистические Ошибки Я бы на том месте Поправил бы Уже Научился писать Правильно Нет 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 Тут все Плохо Вообще Все плохо Это верлибр Восьмикратно С вами Прощаюсь Ничего Не желаю Потому что У вас Вот такие Вот поэты В России Вот такие Вот Они верлибры Даже так пишут Это просто Отвратительно Восьмикратно 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 Восьмикратно